Ребята, всем привет! И у нас компания Xiaomi начала выпуск тонких клавиатур и мышек. Перед этим она делала, правда, только коврики. Я был еще удивлен, почему же не сделали мышки. А вот и мышки. Присутствуют они в двух цветовых вариантах. Вот такой вот белый и кремовый цвет. В принципе, как и многое сейчас продукция Xiaomi, они в белой упаковочке. Характеристики на задней у нас упаковочке. И то есть мы видим, что она у нас Bluetooth 4.0 и также поддержка 2.4 ГГц, поддержка Middle 7, 8, 10, 7, что-то здесь. Так, далее непонятно. 3 вольта, 3 милиампера. Ну и в принципе больше ничего не понятно, потому что все на китайском языке. Ух ты! Упаковка, вы знаете, смотрите, она классная. Почему она классная? Потому что мышка лежит такой вот защищенный, это даже, по-моему, или толстый картон, или пластик даже. Вот в такой вот упаковочке мышка поставляется. Верхняя часть, как сказали, она как будто как у макбука. То есть, ну, мышка довольно, ну, посмотрите, она тонкая просто. Она не маленькая, вот под стандартную ладонь, но тонкая. Так, в нижней части что у нас? Лазерная тут, лазер, потом кнопка включения-выключения и кнопка переключения, насколько я понимаю, 2.4 ГГц и Bluetooth. То есть, это тоже удобно. Потом открывать. Так, тут у нас, а, тут у нас, по-моему, модуль, да, тут у нас идут оригинальные Xiaomi батарейки, а именно Alkaline-овские AA, то есть, мини-пальчиковые, и, а где же... А, вот, как они спрятали. Посмотрите, как они спрятали 2.4 ГГц этот вот ответный модуль, который вставляется в компьютер. Блин, тяжело его вытащить. То есть, удобно. Почему? Потому что вытащить неудобно, а удобно они его расположили тем, что где-то в дороге можно положить его сюда и использовать. В принципе, я думаю, что 2.4 ГГц будет намного энергоэффективнее, чем Bluetooth, но и Bluetooth подключение тоже есть. Так, что же касается у нас вот... Ага, тут еще они предлагают эту наклейку снять. А зачем? Ну, так, елозит она вот с помощью мягких вот этих вот штучек на передней, на задней части. Ну вот, смотрите, клик-клак, колесо нажимается, клак есть по нему. Влево-вправо? Нет. Что же у нас еще идет в комплекте? Должна же быть какая-то инструкция, да. Вот такая вот инструкция по установке. Так, вот колесико, нижняя ее часть, USB-модуль. Тут переключение режимов и вот Mi Mouse она называется. Название интересное, Mi Mouse. Что касается ее размеров. Вот ширина мышки 57,3 мм, длина 108,4 мм. И вот максимальная толщина, видите, она немножко идет в задней части утолщения под кисть. Так, ну, 23 мм, а здесь вот в минимальной части 13 мм. Вместе с установленными батарейками 77,1 грамм. То есть, действительно, мышка легкая, мышка для поездок, мышка для ноутбука, для их вот этих аэро-ноутбуков, которые тоже тоненькие. И в дизайн к нему вполне подойдет вот такая вот мышка. Ребят, если сравнивать ее, допустим, с агитековской мышкой, то, как я и говорил, мне немножко не хватает наклона. Но это, скорее всего, дело привычки, потому что по размеру, посмотрите, они, в принципе, одинаковые. Хотя, визуально кажется, что вот эта мышка даже меньше. Посмотрите, она даже где-то в некоторых местах, мышка Xiaomi, больше, чем мышка Logitech. Ну, да, понятно, что Logitech-овская имеет вот такой вот выступ. За счет этого, возможно, Xiaomi-шная кажется меньше. Но, действительно, дело привычки, как оно под руку. То есть, здесь, да, тут более наклон, и рука как бы более обтекает немножко. Здесь немножко придется подстроиться или просто привыкнуть к какому-то определенному хвату. Но, в целом, особого дискомфорта я не чувствую. Так, вот при включении у нее загорается такой зелененький светодиод. Лазер пока не светится, ничего не видно. Беру вот этот маленький свисточек, так называемый. Подключаю в порт. Так. У нас прошло познавание. Вот, и все. Вы знаете, а реакция довольно быстрая. Вот, смотрите, на курсор. То есть, тут у нас 1200 dpi, и вот даже чуть-чуть ввожу, а мышка довольно неплохо летает. И, вы знаете, не вижу привычного красного огонька. Тут, действительно, эта лазерная штука, невидимая. Видите, нет, не светится ничего, как обычно. Красным светом светится мышонок, нет. Так, это хорошо. А теперь давайте попробуем с помощью блютуза подключить ее. То есть, с свистком нет проблем. Вставили, работаем. Никаких драйверов, ничего не надо. Опознается она в системе просто как хит-совместимая мышка. То есть, тут никаких... Переключение режимов работы происходит с помощью нажатия вот этой вот кнопочки. Видите, начинает мигать синий уже светодиодик. Это у нас блютуз-подключение. Соответственно, просто мышка уже, видите, не работает. Соответственно, нам надо сделать блютуз-подключение. То есть, у вас дома, допустим, может стоять вот такой вот свисточек, а на работе она будет подключена с помощью блютуза. То есть, мышка у вас одна, если вы к ней привыкнете, то можно ее будет просто с собой носить в кармане. И, допустим, можем подключить ту же мышку к нашему мобильному телефону, либо планшету. Вот, Mi Mouse идет сопряжение. Ну, для этого же я же говорю, нам необходимо переключить на блютуз-режим. Так, вот сейчас происходит подключение. И все, вот появилась мышка. Смотрите. То есть, вот могу открывать какие-то приложения, допустим, Миробот мой. То есть, никаких проблем нет. Мышка работает. И если я сейчас переключу ее на 2.4, то я этой мышкой буду пользоваться на планшете. Вот, вы видите, открыл параметры. Обеспечив задачу. То есть, довольно быстрое и удобное переключение буквально одной клавишей. Это к ней большой плюс. Давайте проверим, что же будет у нас на Unix-системе. Так, Unix-система. Тоже беру сначала свисток. Подключаю его. И проверяю. Так, блютуз, переключаю его на режим 2.4. И все. Никаких проблем, никаких драйверов. Это, ну, буквально вот только-только я взял этот ноутбук. То есть, никаких проблем не составляет. Видите. Ну и, соответственно, можно выключить мышку. Подключаем. И сразу же опять начинаем с ней работать. То есть, совместимость полная с Windows-системой и Unix-системой. Никаких драйверов не надо. Это я. Скрол тоже работает. Кстати, скрол практически беззвучный. Нет, у него... Он тяжелый. То есть, он как бы крутится с усилием. То есть, нельзя вот... Он не прокручивается. Но нет вот такого характерного клац-клац-клац. То есть, мышка внешним видом чем-то напоминает макбук. Вот прочее-прочее. То есть, они под вот этот сделали, я так подозреваю, закос. Верхняя часть это какой-то металл, металлическая. Довольно приятная. И, как говорят, защищена от царапин. Потом вот такая вот блямбочка с образующей кнопочкой. Скрол с резиновой. Такой вот вставочкой. Ну и нижней части. Для лучшего скольжения две вот такие вот. Круг и полукруг. Батарейки у нас прячутся вот в этот отсек. Сюда же прячется 2,4 ГГц модуль. Чтоб мы его не потеряли в дальней дороге. Или просто в рюкзаке. Доставать его, кстати, не очень удобно. Это я вам показал. Переключение быстро происходит. Включение и выключение мышки тоже. Лазер действительно неплохо отрабатывает. И я так подозреваю, что автономность должна быть здесь довольно большая. У этой мышки. В принципе, моя Genius, она уже 4 или 5 месяцев от двух батареек живет. Поэтому я думаю, что тут будет еще лучше. А может, ну если 3 месяца проживет, я думаю, то и то вполне нормально. Не могу сказать, сколько проживет, потому что, ну, не будете же вы ждать 3 месяца. Ну, в целом, мне не очень просто, что она, мне кажется, для меня она маловато для моей руки. Я бы просто немножко привык к более изогнутой мышке. Но она позиционируется как походная. Поэтому сделали ее вот такую вот компактную. В принципе, да. В карманчик рюкзака или даже, не знаю, просто себе в карман можно положить. Главное, не садитесь, чтобы ее не сломать. Кнопки все работают нормально. Подключение происходит довольно быстро. Никаких дополнительных драйверов не надо. Unix система поддерживается, Windows система поддерживается, Android поддерживается. В принципе, за 19 долларов, ну, не знаю, как по мне, если ноутбук имеешь, неплохой вариант абсолютно. Она стильная, она симпатичная. И я так подозреваю, что будет работать она тоже довольно неплохо и долговечно, как в основном продукция от компании Xiaomi. Ну, все-таки, как и любой человек, я бы хотел на нее где-то скидку. Где-то вот идеально, наверное, долларов за 15. Хотя, с другой стороны, за 9 долларов китайские мышки уже 2 или 3 штуки за год уже умерли. Поэтому, мне кажется, скупой, может быть, тут тоже платит дважды. Ну, давайте это обсудим в комментариях. Я свою мысль высказал. Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok